Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Дораз Березовец. И сегодня российский диктатор Владимир Путин показал, что не только военный преступник, но и опасный психопат и маньяк. Это следует из его речи на коллегии МВД, так по его, что он любит ходить на встречу с российскими силовиками, то пойдет на коллегию ФСБ, там заявят о якобы причастности Украины к терактам в Крокус-Сити, которые в действительности совершили исламские боевики, ячейки ИДИЛ, Хорасан. А сегодня на коллегии МВД он заявил о том, что последователи Наполеона и Гитлера хотят взять реванш за свои поражения. Да, так это и звучало сегодня. Он заявил о том, что Россия находится на сложном периоде своей истории. После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что осталось от исторической России развалить ее ядро России в Российскую Федерацию. Кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей много сохраняется. Я сам с этим сталкивался. Но как он смог с этим сталкиваться, если диктатор Путин был уже рожден после окончания Второй мировой войны, когда Гитлер, как известно, совершил акт самоубийства в 1945 году, а Наполеон Бонапарт умер на острове Святой Елены в изгнании. Хотя, по другой версии, считается, что его отравили мышьяком англичанин, которые были его теремщиками. Ну, одним словом, судя по всему, скоро Путин уже дойдет до Рюрика, княгини Ольги, князя Владимира, ясно солнышко. Такими темпами, очевидно, скоро придется всем, всей Европе и Украине недоброжелателям, по версии Путина, расплачиваться за преступления тысячелетней давности. Одним словом, каким образом в его голове реванш Наполеона и Гитлера сложился в том, что сейчас происходит с Российской Федерацией, тем более, что сейчас сама Российская Федерация является агрессором, а упомянутые им исторические персонажи действовали совершенно в других исторических реалиях. И, например, того государства, которое представлял Адольф Гитлер в Третьей Рейхе, его уже, в принципе, не существует, как и созданной Наполеоном монархией. Как известно, он провозгласил себя императором Франции. На данный момент у нас уже Пятая Французская Республика, хотя, безусловно, с исторической точки зрения она является правоприемницей, в том числе империей, которую создавал Наполеон Бонапарт. Но, тем не менее, вот эти исторические мифы, которые в непонятном совершенно образом переплетаются в сознании этого маньяка и психопата, они вот выливаются в сеанс таких вот психических разоблачений, из которых он периодически выступает сам. Честно говоря, если бы уже сегодня не был 11-й год войны, наверное, могло бы стать страшно от того, что творится в голове у человека, у которого есть ядерная кнопка. Однако, поскольку война уже длится 11-й год, и диагноз Путину, в принципе, уже специалистами был вынесен достаточно давно, это уже не страшно, это уже вызывает, скорее, приступы смеха. Было бы совсем уместно, если бы с подобными псевдоистерическими изысканиями по поводу реванша Наполеона и Гитлера Путин выступил бы накануне 1-го апреля, но тогда бы это можно было списать на первоапрельскую шутку. Однако, нет. Он это озвучил на следующий день, уже день дурака закончился, поэтому он это, очевидно, говорил на полном серьезе. И хотелось бы, конечно же, но, к сожалению, такой возможности нет, спросить самого Наполеона, в первую очередь, который, кстати, сжег Москву, это был последний руководитель иностранного государства, которому это удалось. Последний на данный момент, уточню. Не факт, что кто-то не сделает это после него, но вот он был последним руководителем иностранного государства, который, как рассказывает, согласно официальной версии, сжег Москву, хотя по-другому это сделали сами москвичи, для того, чтобы Наполеону и его войскам негде было квартировать, для того, чтобы они быстрее оставили старую российскую столицу. Напомню, в тот момент уже столица был Санкт-Петербург, а Москва была первой столицей, первопрестольной, как ее любят называть, на России. И так вот, что бы сам Наполеон сказал, если бы у него предоставилась такая возможность, а в отличие от Путина, он историю знал очень хорошо, как раз таки, был очень начитанным императором, к чести его надо сказать, хотя он был неблагородного происхождения, но он был очень образованным руководителем государства, как, кстати, и Ефрейтор Гитлер, который, несмотря на свое достаточно простое происхождение, прочитал за свою жизнь и был знаком лично, в том числе, со многими историческими деятелями своей эпохи. Одним словом, он также формировался в сложное время, но у него был очень своеобразный взгляд на историю, как мы знаем, которая в конечном итоге и привела его к созданию фашистской идеологии. Но это не тому, что Гитлер был на самом деле лучше Путина. Хотя, хотя, в нынешних реалиях Путина не просто сравнивают с Адольфом Гитлером, его называют его идейным последователем, и даже говорят историки, что в своих зверстах военных преступлениях Путин пошел дальше, чем это сделал Адольф Гитлер. Ну, одним словом, будем посмотреть после сегодняшних изысканий. Очевидно, доктора до Путина не доедут, а вот что на этот счет скажут профессиональные историки, это уже, собственно говоря, слово им. На фоне военных неудач, которые потерпел Черноморский флот Российской Федерации, Путин сменил теперь уже командующего официально Черноморским флотом. Им стал, кстати, крымчанин Сергей Пинчук, ему 53 года, и он сменил на этом посту своего предшественника, который был уволен после того, когда Россия потеряла более 30% своего плавсостава и потеряла 5 из 7 больших десантных кораблей. Отставленный адмирал Соколов, который руководил Черноморским флотом, с осени 22 года лишился должности после того, когда был затоплен большой десантный корабль «Цезарь Куников». Честь и гордость Черноморского флота Российской Федерации. Ну вот, об этом сегодня заявил уже сам фельдмаршал генералиссимус Сергей Шойгу. Как известно, при Соколове Черноморский флот потерял «Цезарь Куникова», «Новочеркас», «Саратова», «Ленингорский горняк» и «Минск». Это только большие десантные корабли. А всего было потеряно более 20 военных кораблей с момента полномасштабного вторжения. На этом неприятности российского флота, правда, на этот раз гражданского, не закончились. Из-за аварии российское судно «Атлантик-Навигатор-2» было вынуждено зайти в морской порт немецкий Ростока. Оно было вынуждено зайти, и сразу же судно было арестовано, как и его груз, который вез, оказывается, обогащенный уран. Об этом сообщает немецкое издание «Норд-Дойче Ной-Осте» на «Хрихтен». В частности, сообщается о том, что теперь судно запрещено покидать порт из-за нарушения санкций Европейского Союза. Оно шло из Санкт-Петербурга, и не планировалось зайти в немецкий порт. Из-за поломки было вынуждено стать. А теперь, поскольку там таможня обнаружила грузы, которые под санкции попали ЕС, и, кроме того, оно везло еще и древесину, которая поставляет российский олег, включенный в санкционный список ЕС. Одним словом, попадалово получилось по полной программе. Сегодня же украинские беспилотники провели беспрецедентную акцию. Новый рекорд, можно сказать. Были поражены цели в Татарстане на расстоянии свыше 1300 километров. В частности, был атакован особо экономическая зона Алабуга. Сообщается о том, что дроны, предположительно, об этом пишет версия, это была совместная операция Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, повредили, в частности, хостел в Алабуге. Там находится цех по сборке иранских шахедов. Собирали их местные студенты. И также был поражен еще один из крупнейших российских НПЗ. Вот, этот самый НПЗ, он перерабатывал 17 миллионов тонн или 340 тысяч баррелей в день он обрабатывал. Там была поражена установка первичной обработки нефти. Сообщается об этом. Беспрецедентные удары и в Госдуме депутат-дегенерат Гурулев, есть там такой генерал, тут же обвинил в этом соседний Казахстан. Сказал, что с территории Украины долететь эти новые дроны самолетного типа не могли. Вот, они несут на борту до 20 килограммов взрывчатки. Поэтому он сказал, что, скорее всего, запускались с территории северного Казахстана, который совершенно не контролируется. И, дескать, именно там оттуда и действовали диверсанты. Но, опять же, это его исключительная версия. Вот, как это отразится на отношениях с Казахстаном. И будут ли предъявы руководству этой страны, мы в ближайшее время увидим и услышим. Пока Гурулев находится в опале. Его не пускают на федеральные каналы из-за того, что он постоянно нес очевидный бред. И договорился даже до того, что он оказался токсичным. Представьте, даже для пропагандистских кремлевских телеканалов. Одним словом, я говорю, депутат-дегенерат, так я его называю. Сам Лукашенко в очередной раз подтвердил свои слова о том, что Беларусь готовится к войне. Об этом сообщает государственное агентство Белта. Он заявил, что мы готовимся к войне. Я об этом говорю откровенно. Хочешь в мир и готовься к войне. И это очень правильно сказано. Если оттуда, он имеет в виду, недружественные страны, Украина и страны НАТО, кто-то подвывает и нас критикует, знайте, мы все делаем правильно. Он добавил, что Беларусь никому угрожать не будет. Одним словом, это усиливает опасения относительно эскалаций, в первую очередь, против Литвы и против соседней Польши, которую Лукашенко давным-давно грозится наказать за их, как он говорит, неправильную позицию, за то, что там не уважают позицию Беларуси. Как говорится, вспомним, с какой стороны на Беларусь готовилось нападение. Бессмертный мем. Он может получить второе дыхание. Тем временем, госсекретарь США Антони Блинкин сейчас находится с визитом во Франции, где он должен встретиться с президентом Макроном. Уже встретился с министром иностранных дел Франции. Они осмотрели, кстати, выставку французского вооружения. Он заявил о том, что в Украине сейчас наступает критический момент. Однако, и здесь не обошлось без ложки дегтя. Он опять заявил, что США не поддерживают удары Украины за пределами ее территории. Он заявил о том, что стратегический подход Украины, которая нарастила к числу удара по российским нефтяным заводам, не является правильным. США с первого дня войны, заявил Блинкин, делали все, чтобы помочь Украине защитить от российской агрессии, но мы не поддерживали и не были включены в удары Украины за пределами ее территории. И, в свою очередь, его французский коллега Стефан Сежурне заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются легитимной обороной. Видим, Франция имеет более правильные подходы, скажем, более прогрессивные, в отличие, к сожалению, от той позиции, которую сейчас высказывает руководство Белого дома. И сегодня же в ООН заявили, что там также не поддерживают удары. В частности, официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик заявил, что он выступает против ударов по гражданским лицам и инфраструктуре, и подобные атаки должны быть остановлены. Об этом он заявил после атаки БПЛА в Татарстане. Что-то я не помню их заявлений по поводу последних ударов по Харькову, по Запорожью, по Хмельницкому, по Киеву и по другим украинским городам. Они что-то так не озаботились. Здесь у них, оказывается, возникал повод раскритиковать Украину. Ну, в принципе, лицемерие международных организаций, ООН в первую очередь, оно уже общеизвестно. Как говорится, они очень любят выражать озабоченность по поводу, и на этой озабоченности все заканчивается. Тем временем спикер Нижней Палаты Конгресса Майк Джонсон заявил о том, что палата представителя осмотрит пакет помощи Украины после пасхальной каникулы. Это будет уже после 9 апреля. Вопрос с помощью Украины является ключевым. В частности, в воскресенье Джонсон дал интервью, которое цитирует издание The Hill. Он заявил о том, что республиканцы располагают незначительным большинством в палате представителей, что осложняет ситуацию, нужна двухпартийная поддержка. Он заявил, что надо работать ему с каждым отдельным конгрессменом и республиканцем. В одним словом, Майк Джонсон теперь опять продолжает тянуть время. То есть, он вроде как бы не отказывается, он обещает, но он переходит чисто в технический момент, что позволяет ему бесконечно долго затягивать рассмотрение этого вопроса. И таким образом, он опять высказал свое почтение, благолепие перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, заявил, что Трамп говорит о концепции кредита, мы не просто предоставляем иностранную помощь, мы устанавливаем такие отношения, при которых они смогут вернуть ее нам, когда придет время. Он заявил, что закон, который обеспечит финансирование Украины, должен быть принят. Ну, опять же, должен быть принят и будет принят. Немножко разные вещи. Он также упомянул закон РЭПО, РЭПО for Ukrainians Act, который должен уполномочить президента, конфисковать российские активы заморожены США до передачи Украине. Этот закон не реализован на сегодняшний момент. В то же время, представитель комитета по разведке Палаты представителей, Майк Тернер, выразил уверенность, что поддержка Украины, республиканец, кстати, он заявил о том, что поддержка Украины получит подавляющую поддержку, как только Конгресс вернется к работе. Ну, хотелось бы, как говорится, надеяться, что именно так все это произойдет. В противном случае нас ждет непростые месяцы, особенно с учетом того, что Россия готовит свое наступление. К этому есть все признаки. В частности, на это же будет работать мобилизация 150 тысяч россиян, которые должны быть мобилизованы в течение апреля, мая, июня и до середины июля месяца, когда официально, только официально, значит, эта кампания по призыву должна будет завершиться. Кстати, президент Украины Зеленский сегодня подписал изменения к закону. Теперь призыв в Украине будет осуществляться не в 27, а с 25 лет. Также будет создан электронный кабинет призывника. Об этом сегодня сообщили украинские средства массовой информации. Все подробности, как можете найти на украинских новостных ресурсах, там эта история подробно разбирается, решение необходимое, тем более, что соответствующий закон был принят еще в мае 2023 года, подписал его президент вот только сегодня.